Всем привет! Сегодня я вам покажу очень важные настройки, которые нужно сделать абсолютно каждому из вас, если ты пользуешься своим смартфоном хотя бы месяц. А если ты пользуешься больше, то в любом случае 100% досмотри это видео до конца, перепроверь у себя вот эти все настройки. При покупке телефона у нас приложений практически нету. Но когда мы купили телефон, мы начинаем искать себе приложения, которыми мы будем пользоваться на постоянной основе. Что-то скачиваем, что-то удаляем. Но мало кто замечает, какие мы разрешения даем своим приложениям. Они могут реально контролировать абсолютно весь телефон и следить за вами, и подавать куда-то информацию, и делать очень множество негативных вещей, которые бы вы не хотели, чтобы они делались. В общем, очень долго перечислять. Давайте я вам лучше покажу. Вам нужно зайти в ваши стандартные настройки. Вот здесь ищите пункт, где у вас находятся все приложения. Вот он. Заходим. И вот здесь разрешение. Зашли. Здесь, видите, много различных похожих пунктов. Нам нужно именно другие разрешения. Дальше. Вроде бы разрешения нам выдались, но вот еще здесь сбоку, на сером фоне, есть пункт разрешения. Заходим сюда. Чтобы сюда добраться, реально мы сделали 5 или 6 переходов. Скажем так, что разработчики немножко припрятали эти все настройки. И вот здесь самая нужная, самая главная настройка, это настройки системы. Изменение настроек системы. Заходим сюда, и мы здесь увидим реально все приложения, которым разрешено изменять системные настройки. А что это означает? Да это означает, что полностью идет доступ ко всему телефону. Абсолютно ко всему. Перепроверяйте, конечно же. У меня, допустим, здесь 12 приложений оказалось. У вас может быть там больше или меньше. Если попадаются игры, то 100% игры нужно отключить. Запретить, чтобы вот такой значок красненький стоял. Игры, это могут быть вирусные игры. Зачем играм изменять системные настройки в вашем смартфоне? Ну а чтобы реально вас не мучить, вообще, вот здесь, в этих настройках, нужно отключить абсолютно все пункты. Запретить, запретить. То есть, не важно, сколько у вас там приложений. 1, 2, 3 приложения, либо 20 приложений. Абсолютно все нужно будет запретить, чтобы не было никакого доступа. Если какому-то приложению и понадобится системный доступ, то при запуске это приложение обязательно спросит вас. Но я думаю, что после отключения, ни одно из приложений даже не спросит вас, что нужно ему системный доступ. И вы будете нормально, спокойно себя чувствовать, что никакое из приложений не будет управлять всем телефоном. Отключай вот эту заразу и обязательно подпишись на канал. Субтитры сделал DimaTorzok